Дорогие друзья, я вас рада видеть на своем австрийском канале Harmony Nostre. Меня зовут Катерина, я видеоблогер из Австрии, Земли, Зайсберг. Сегодня в этом видео я вам покажу две посылочки, которые мне пришли. Одна из них пришла из Италии, вторая из Великобритании. Но перед распаковкой мне бы хотелось рассказать вам об экспериментах со своей внешностью. Дело в том, что я, как и любая женщина, люблю экспериментировать со своей внешностью, подбирать себе различные прически, примерять различные цвета волос, идет ли мне с челкой, идет ли мне без челки и так далее. Также я люблю экспериментировать с макияжем. Мне очень нравится наносить разные цвета помад. И, в общем-то, все на себе не попробуешь, поэтому для этих целей я использую сайт в интернете. Большинство, конечно, сайтов платные, но я тут воспользовалась одним бесплатным сайтом. На котором мне очень удачно, мне кажется, удается подбирать себе образ. Итак, ссылочку на этот сайт я вам оставлю в описании под видео. Что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться таким сайтом? Нужно просто сфотографироваться. Сфотографироваться, загрузить эту фотографию на этот сайт. И все, и дальше вы можете творить над своим лицом, над своим образом. Что нужно сфотографировать? Как именно нужно сфотографироваться? Не делайте вот такие вот селфи, как мы обычно, девчонки, любим фотографироваться. С какой-то выгодной стороны, которую мы уже знаем. Потому что у нас у всех есть какие-то свои более выгодные позы, выгодные стороны лица. Сфотографируйтесь прямо в фаз. Держите камеру прямо перед собой. Важно, чтобы на фотографии вы были натуральны, естественны. То есть не красьтесь перед фотографией. Не наносите никакой тон, не подкрашивайте реснички. Абсолютно ничего. Вот какая вы есть, такая и сфотографируйте. Второй момент это волосы. Если у вас длинные волосы, просто соберите их вот так вот хвостик. Если у вас есть там челка или какие-то такие волосы, которые вот как у меня выпадают. Просто вот их заколите какими-то заколочками, чтобы на фотографии казалось, что вы лысая. Если у вас какие-то короткие волосы, воспользуйтесь гелем для волос или каким-то лаком. Сделайте так, чтобы они у вас не топорщились. Чтобы они полностью покрывали просто вашу черепушку, так скажем. И такую фотографию нужно загрузить. Лучше сфотографироваться на телефон, потому что этот сайт не принимает фотографии с высоким разрешением. Я сейчас уже не помню, какое там ограничение по пикселям. Но помню, что мне, когда я сфотографировалась на камеру, мне пришлось объем фотографии уменьшать. Потому что сайт не хотел брать такую тяжелую фотографию. Вот, что я там подбирала? Прически, цвет волос. Вы можете выбрать даже звездные прически. Там прическа Джессики Альбы. Ну и в общем-то других всяких разных звезд. Можете поэкспериментировать и развлечься. Также, вы там можете подобрать себе макияж. То есть, какой вид стрелок вам идет. Там длинные стрелки, широкие стрелки. Идет ли вам, когда вы красите под глазами. Идет ли вам макияж, когда вы подводите внутреннее веко. Какой цвет помады вам идет. Какие румяна вам идут. Ребята, обалденный сайт. Вы можете просто там зависнуть на несколько дней. И подбирать себе макияж. Также, вы можете подобрать там форму очков. Если вы хотите проэкспериментировать. Вот, вернемся к очкам. Кстати, очки я вам сейчас буду показывать. В принципе, я уже знаю, какая форма мне очков идет. Я знаю, что мне идет классическая форма очков. Вот, я знаю. Вот эти очки мне идут. Ну, то есть, как бы, у меня есть любимые очки. И я особо, так знаете, с очками не экспериментирую. Ну, вот такая форма мне идет. Ну, мне кажется, что идет. Не знаю, как вам кажется. Так, что-то у меня вот тут еще какие-то очки. Да, ну вот, такая форма очков. Ну, в общем-то, классическая, да? Мне кажется, это классика называется. Вот такая форма очков мне идет. Но у меня только солнцезащитные очки. Ну, мне сейчас уже понадобятся очки, да, для вождения автомобиля. Потому что я не могу водить автомобиль без очков. Также мне нужны очки против компьютерного излучения. Чтобы, да, не травмировать свои глаза. Все-таки я в последнее время много провожу за компьютером, когда я загружаю вам видео. Знаете, это не просто так. Подключил камеру, видео загрузилось. Ой, там нужно описание какое-то придумать. Нужно прописать там ключевые слова. Нужно этим видео поделиться в социальных сетях. Нужно ответить на ваши там комментарии. В общем, ребят, действительно много я время уделяю Ютубу. И я подумала, что да, мне не помешают вот такие очки, которые будут защищать мои глаза. И вот, знаете, только я как бы об этом подумала. И выходит видео у Альбины. Это моя подружка из Швейцарии. Где она показывает, как она себе заказала очки онлайн. Почему здесь люди заказывают очки онлайн? Потому что, в общем, купить вот так вот очки в магазине, это очень-очень дорого. Ну, я сейчас говорю не про солнечные очки, хотя солнечные очки тоже бывают разных марок, разного качества, бывают дорогие, дешевые. Я сейчас говорю про очки для, как это сказать, очки для зрения. В общем, чтобы лучше видеть, да. Или какие-то противобликовые очки и так далее. Здесь, в Австрии, все это очень дорого стоит. Несмотря на то, что мы здесь ежемесячно платим за медицинскую страховку, которая, в принципе, должна была, да, по идее, покрывать расходы по покупке очков, для того, чтобы мы лучше видели. Как сказать? Буду называть очки для зрения. В общем, вы меня поняли, да. Вот этих медицинских очков, так скажем. Но, тем не менее, страховка не покрывает стоимость этих очков. У меня свекровь не так давно, по-моему, в том году покупала, ну, делала себе новые очки, да. То есть, очки изготавливались по рецепту доктора, где там сколько у нее плюс-минус, цифры и тому подобное. Вот, это она заплатила вместе с оправой что-то около 500 евро. Ну, это, конечно, бешеные деньги, особенно для пенсионеров. Ну, для таких пенсионеров, как моя свекровь, да, это очень большие деньги. Вот, поэтому я здесь на очки даже и не заглядывалась. Я уже думала, что, может быть, когда я буду в Москве, я себе что-то посмотрю. И тут Альбина как раз мне говорит, вот, я себе заказала очки из Англии. Слушай, такой классный сайт, и не так все, в общем, дорого стоит, и, в общем, попробуй. Я никогда не заказывала себе очки по интернету. Я честно говорю, ребят, даже не знаю, как это делось. Мне казалось, что это все очень-очень как-то сложно, непонятно, и я не справлюсь. Но все оказалось очень-очень просто. Первое, я знаю, что мне идет классическая форма, я знаю, да, вот, мне идет классическая форма. Это, в принципе, мои, ну, как сказать, любимые очки, какие-то универсальные очки, да. Есть у меня, конечно, такие немного отличающиеся от классики очки, но в основном это классические. Я уже даже как-то, знаете, не особо экспериментирую с этим делом. Но вы можете на этом сайте, где я заказывала очки онлайн, и поэкспериментировать, ребят, что для этого нужно. То же самое, как вот в этом сайте по подбору образа. Вы просто должны загрузить туда свою фотографию. Также постарайтесь, чтобы волосы были убраны вот так вот за уши, да. Но если на том сайте вы подбираете просто форму каких-то, да, виртуальных очков, которых, может быть, вообще не существует в природе, то на этом сайте, да, из Великобритании вы выбираете реально существующие очки. Вот, ребят, все оказалось очень просто. Давайте я вам покажу, какие очки я себе выбрала. Прислали мне вот такой чехольчик тут, такой фирмо, как-то так, что называется, фирмо. Очки там вообще недорогие, вообще, ребят, эти очки мне обошлись меньше пяти листей евро. Вот, смотрите. Вот такой чехольчик, ну, такой для красоты, может быть. А вообще такая тряпочка, знаете, ей, наверное, удобно вот очки протирать. Так, вот такая вот защита у этих очков. Как это называется? Очечник? Очечник тоже с логотипом фирмы. Ну, такой кожаный, ну, ничего приятный. И я себе заказала, ребят, очки под дерево. Сейчас вы знаете, что очень модно. Я, кстати, хочу себе купить часы, такие деревянные часы. И также я вот заказала себе очки под дерево. Вот, смотрите, какая красота. Это классический вариант, классика, просто классика. И у них вот эти вот, как это называется, душечки, лямочки. Честно, я уже забыла все русские слова. В общем, все вот это вот деревянное, деревянное, ребят. Ну, вот это, то, что держит стекла, это пластиковое, а вот это, вот это дерево. Так, хотите, я примерю? Вот. Вот так, ребят. Вот. Ну, как вам? Я маме показала, она говорит, тебе идиот. Ты, говорит, прям иностранка. Ты прям иностранка. Или как это? Учительница. Сексуальная учительница. Вот, такие вот очки, ребят, стоят вообще недорого. Они, я решила начать, знаете, с каких? Не с профессиональных очков, а с очков от компьютера. Но я заказала себе какие-то здесь линзы, чтобы они были, как сказать, тонкие, да? Это стекло, но оно какое-то утонченное, чтобы они не давили на нос. Все-таки, когда вы сидите несколько часов перед компьютером, очки начинают давить. Я не люблю, тем более я-то не приученная к очкам, да? Вот, вот такие вот очки под дерево. Вот. С ними также можно выходить на улицу, ничего страшного. Но в них есть еще какая-то тоже дополнительная защита. В общем, ребят, я там выбрала несколько функций. Вы можете подобрать себе очень много защитных функций. От солнца, от излучения, там еще какие-то. В общем, много очень опций. Можете там, в общем-то, проэкспериментировать. Вот такие вот классные очки. В этот же набор входит вот такой вот ключик. Что это такое? Ключик. Ну, я думаю, что это отверточка, да, наверное, отверточка. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, да. Если здесь что-то подкрутить, надо болтик какой-то. Вот с одной стороны болтик. И с другой, наверное, тоже, да? И с другой болтик. Но тут разные виды. Тут крестовая, а тут просто такая поперечная, что ли. Я не знаю, как это называется. Я не разбираюсь. Ой, ребят, чуть все не высыпалось. Смотрите-ка. Тут еще дополнительные гвоздики. Дополнительные гвоздики. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, должно быть шесть. У меня, наверное, где-то упал. А вот он, все, нашла. Шесть. И шесть гвоздиков. То есть, если какой-то из этих гвоздиков придет в негодность, их можно просто заменить. Ой, ребят, это так удобно. И все это можно сделать самой при помощи... Так, ладно, это я потом аккуратненько сложу. При помощи вот этой штучки. Также там была вот такая вот... Ну, это тоже отвертка, наверное. Или как? Шуруповертка, да? Как это называется? Да, но только она более... Не миниатюрная. Это миниатюрная. Там вторая и здесь тоже самое, да? Вот, видите? Ну, класс, ребят. Кстати, такой штукой можно пользоваться и не только для очков. Так, все, больше ничего нет. Тут они мне положили какие-то визиточки их. Значит, называется фирма Фирмо.com. И вот здесь мне какой-то промокод написали. Написали, что он заканчивается 28 февраля 2018 года. Хотите воспользоваться? Вот. Я, конечно, оставлю вам этот код в описании под видео. Можете переписать. Если вы решитесь заказать такие очки, то воспользуйтесь этим кодом. Но я не знаю, сколько он дает. Промокод. А, смотрите, 50% он дает скидку. Нифига себе. Слушайте, ну классно. Они тут мне еще несколько визиток таких положили. Наверное, хотят, чтобы я их распространила, что ли. Не знаю. Здесь вот еще в чехле лежит материал, которым протираешь стекла. Также с логотипом этой фирмы. Чехольчик, кстати, очень приятный такой. Плюшевый. Плюшевый. Да, да, да. Фирмо. Фирмоком. Вот. Видите? Очень классно, мне кажется. Мне кажется, мне идет. Если вы любитель такой классической формы, вы можете заказать точно такое же. Давайте я вам поближе покажу эти очки. Знаете, для того, чтобы заказать очки онлайн, нужно просто все правильно замерить. Замерить свое лицо. Это не так уж и сложно. У вас должна быть просто линейка. Что главное, да, вот, чем, как я замеряла лицо. Во-первых, конечно же, я тоже экспериментировала там с формами, да, выбирала какие-то не очень дорогие оправы. Но я вот приблизительно знала, какая у меня оправа идет. Поэтому я вообще-то, ребят, честно говоря, замеряла все вот по этим очкам. Вам нужно замерить, сколько здесь сантиметров очки. Нужно замерить очки, размер, сколько сантиметров, да, на переносице. Вот здесь вот. И нужно замерить длину ушка. Ушка, по-моему, это называется, да. То есть здесь замеряйте, здесь замеряйте, здесь. И еще вот, если вам важно, да, вот эта вот ширина стекла, ширина стекла. Но здесь вы видите, ширина стекла меньше, да. Вот, тоже учтите это. Когда вы вставляете, загружаете эту фотографию на этот сайт, вам нужно будет мышкой отметить, где у вас зрачки, да. Поставить тут точечку и тут точечку. И оно как бы расстояние, да, замеряет. И обязательно, вот самый важный компонент, вы должны померить прям линейкой несколько раз. Расстояние от одного зрачка до другого зрачка. Это самый важный компонент. Потому что тогда эта фотография, она как бы увеличивается или, наоборот, уменьшается. В зависимости от того, какое у вас расстояние между зрачками. Это самый главный компонент. Все, ребят, когда вы это все замерили, не бойтесь, заказывайте эти очки. Вот, смотрите, красота. Ммм, секси, секси. Да, мама мне говорит, о-о-о, прям иностранка, иностранка. Вот, ребят, надеюсь, вам понравились эти очки. Мне понравились. Я буду их носить, и они легкие. Если у вас есть какие-то вопросы по размерам и тому подобное, вы пишете службу поддержки. Служба поддержки работает на английском языке. Я думаю, что каждый из вас владеет английским языком. В общем, несложно. Я списывалась тоже с группой поддержки, потому что у меня, ну, как бы были там некоторые вопросы. По доставке я спрашивала, как и что. Так, вторую вам посылочку показываю. Это я участвовала в конкурсе у YouTube-блогера Лизы Фабиани, итальянский канал. Она часто устраивает какие-то мини-конкурсы и присылает маленькие призы, например, как магнитик или открытка из города, в котором она была или в котором она живет. И первые там, первые три приза, да, она рассылает. Ну, как бы первые победителям она рассылает призы. Она делает первое, второе, третье место, и в зависимости от степени значимости места такие призы и достаются. Так, я заняла там третье место, и вот что она мне прислала. Сан-Джи Миньяна. Она мне прислала открытку Сан-Джи Миньяна, и здесь она написала какой-то поздравительный текст. Сейчас я его зачитаю. Катя, посылаю тебе привет и поцелуй из Сан-Джи Миньяна. Ты замечательная. Спасибо за твой интерес к моей деятельности. И тут наклеила какие-то стразики и собачку. Ой, это все так мило, так приятно, Лиза. Спасибо. Я рада, что я выиграла. Я вообще в жизни ничего не выигрываю. Ну, в смысле в Ютубе, да, там ни в каких я конкурсах-то и участия не принимаю. А я выиграла магнитик. Сейчас я посмотрю, что за магнитик она мне прислала. Еще и открыточку. Ребят, деревянный такой магнитик. Классный, очень качественный. Это не Китай. Это сразу видно, что это ручная работа. Вот этого Сан-Джи Миньяна. Лиза, я просто обязана теперь приехать в Сан-Джи Миньяна и посмотреть на эту красоту живьем. Потому что, ребят, это прекрасно, да? Смотрите, сколько башен. Лиза, спасибо большое за посылку. Я очень рада, что я победила, но хоть в каком-то конкурсе. Ребят, кто захочет проэкспериментировать с образом и захочет заказать очки онлайн, ссылки на все интернет-сайты. И, кстати, на канал Лизы я оставлю в описании под видео. В описании под видео. Так что заглядывайте, заглядывайте, кто это видео, конечно, смотрит в YouTube. Кто это видео смотрит в какой-то социальной сети, просто кликните на значок YouTube, и вы перенесетесь по взмаху волшебной палочки в YouTube. И уже там сможете заглянуть в инфобокс. Все, ребят, благодарю вас всех за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!